По большому счету дорогу по инженерному проезду в Гомеле, или точнее то, что от нее осталось, можно было бы использовать для испытания автомашин на прочность, а водителей на профессионализм. Проехать участок длиной менее километра непросто. И поврежденное авто на этой дороге совсем не исключение. Дорога очень плохая. На машине въехал в яму, оторвался бампер. Вот сейчас надо делать ремонт, производить. И это уже продолжается на протяжении нескольких лет. По этой дороге мы мучаемся, а не ездим. Одни проблемы только. С этих дорог у нас ремонт на ремонте. Техника бьется. Ну, есть простой. Работники унитарного предприятия ВИПРа от такой неблагоустроенности страдают, пожалуй, больше других. Из 350 сотрудников 216 инвалиды. С учетом того, что тротуаров здесь нет, от ближайшей автобусной остановки приходится идти пешком. Причем вариантов два. По проезжей части или по так называемой зеленой зоне, где также ездят машины. Для людей, которые плохо видят и слышат, это настоящее испытание. Кстати, чтобы попасть на работу, многие в качестве дополнительной обуви берут с собой резиновые сапоги. На нашем предприятии инвалидов всего где-то 60%. Они постоянно ходят на работу каждый день. И в темное время суток, зимой. И в плохую погоду. А нормальных дорог нет. Даже тротуара, посмотрите, нет. Люди ходят как раз по обочине и постоянно от машин брызгами пачкаются. И поэтому постоянно жалобы ко мне поступают. Мы вынуждены обращаться в разные станции. Но, к сожалению, результата никакого. По приблизительным подсчетам дорожников, чтобы полностью отремонтировать этот участок дороги, с соблюдением всех технологических требований и асфальтовым покрытием, необходимо около 400 тысяч рублей. Возможно, на деле эта цифра была бы не такой значительной. Но проблема в том, что основная дорога здесь должна пройти рядом. Именно этот участок потом использоваться не будет. С ситуацией на месте ознакомился председатель облсполкома Геннадий Солови, который принял соответствующее решение. Современная магистраль будет построена в следующем году. Пока же для работников ВИПРы сделают специальный тротуар. Я дам поручение просчитать, сколько будет стоить строительство пешеходной части для того, чтобы улучшить пешеходное движение тех людей, которые работают на ВИПРы. Поэтому мы просчитаем, примем решение и посмотрим, с каких фондов мы можем выделить деньги, чтобы в текущем году хотя бы этот промежуток делать. Что касается самой дорожной сети, однозначно вкладывающей денежные средства в ее реконструкцию, это будет просто экономически неправильно. Поэтому мы дорогу подремонтируем, для того, чтобы она могла передвигаться транспорт более эффективно. И примем решение по следующему году, включая ее программное развитие города Вомеля. После посещения проблемного участка дороги председатель облсполкома дал соответствующее поручение руководителю Гомеля. Уже на следующее утро в городском исполнительном комитете состоялось оперативное совещание с участием проектировщиков и дорожников. В связи с тем, что речь идет об объекте незавершенного строительства, принято решение на первоначальном этапе сделать для населения специальный тротуар и провести благоустройство участка дороги, по которому движется транспорт. Сейчас там производятся работы по грядированию этой улицы. Но я хочу сказать, что это только временные работы, потому что сейчас уже изготавливается документация. В следующем году запланированы в областном бюджете средства на то, чтобы выполнить работы по реконструкции этой улицы с выходом на улицу Советскую. Конечно, это будет уже современная магистраль, и со всеми там и тротуар будет, и будет безусловное освещение. Хотя тротуар мы уже, может быть, и не может быть, а уже, я думаю, что мы сделаем в ближайшее время в рамках того проекта, который разрабатывается. Чтобы то, что можно уже сейчас сделать, будет сделано в этом году, буквально в ближайшие месяцы. Ну, а остальные работы вот такие же глобальные по реконструкции этой улицы мы выполним в следующем году, когда уже будет иметься документация, прошедшая экспертизу. Если на проектировку и строительство тротуара потребуется определенное время, то благоустройство участка по инженерному проезду начали сразу после завершения совещания в горосполкоме. В связи с тем, что это временная дорога, укладывать асфальт здесь не будут, но ямки засыплют инертным материалом. Через какое-то время эти работы обещают повторить снова. В следующем году после корректировки проектно-сметной документации начнется строительство современной качественной трассы. Принятыми мерами работники ВИПРы остались довольны, но попросили навести порядок еще и на улице Троллейбусной, по которой инвалиды также приезжают на работу. Уже несколько лет во время дождей здесь образуется небольшое озеро, обойти которое невозможно. Для людей с ограниченными возможностями даже в хорошую погоду это настоящая полоса препятствий. Тем более, что впереди их ждет еще переход через железную дорогу. В темное время суток пройти здесь человеку, который практически ничего не видит, задача не из легких. В заключение работники ВИПРы сказали, что очень надеются на положительное решение их проблем. Ситуация на личном контроле руководителя области и в центре внимания нашей телерадиокомпании. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Валерий Гопанько. Новости недели.